Ола ми амиго, с вами с вами Милва Кот, и сегодня мы, наконец-то, начинаем то, что очень многие просили, очень многие ждали, очень многие помнят и любят, и с этим названием ассоциируют только, только тёплые, уютные воспоминания, а именно Кербал Спейс Программ. Наконец-то, наконец-то мы начинаем настоящее, серьёзное прохождение этой игры, от самого нуля до, как говорится, пераспера от Астра, сквозь тернии к звёздам. Ну что ж, давайте не будем томить и начнём, начнём, господа. Так, не будем долго выдумывать, от Астра, то есть к звёздам, выберем наш красивый логотип, или взять красный, или всё-таки взять синий, нет, возьмём синий, стандартный, самый обычный наш логотип. Карьера. Карьера, то есть тут будут денюжки, будет наука, и всё нужно будет изучать, и при этом зарабатывать деньги, что самое главное, то есть это будет немножко сложнее. Если что, мы выключим возрождение потерянных экипажей, то есть, если наши джентльмены умирают, они умирают навсегда, и это, мне кажется, самая-самая крутая штука. Вы спросите, почему, Вакот? Потому что добавляет какой-то, знаете, такой изюминкой, то есть ты будешь ценить каждого кербалёнка, каждого. Ну и поэтому, я думаю, это будет намного интереснее. И вот нас приветствует наш космический центр, он ещё маленький, слабенький, но уже, скажем так, имеет свой характер. А, на самом деле, я какую-то фигню несу, потому что это просто долбанный кербал-спейс-центр. Так, давайте возьмём самые основные и первые миссии. Первая миссия, что он нам предлагает? Запустите свой первый летательный аппарат со стартовой площадки или взлёт-посадочной полосы. Это просто, то есть нам ничего не нуждёт, просто запустить. Следующее, чтобы достичь цели, верните или передайте любые данные научных экспериментов с кербина. Вопросов нет. Базара 0. Следующее. Чтобы достичь цели, выведите летательный аппарат за пределы атмосферы на высоту в не менее 70 тысяч метров. Это изи. Ага, мы не можем пока что взять больше, максимально два. Это не проблема. В отличие от предыдущих сезонов, этот раз я хочу всё так, скажем, как это прямо сказать, скомпрессировать. То есть у нас не будет больше ни нудных, ни интересных построений, однообразного полёта. Этот раз я всё буду вырезать максимально много и всё это очень так прессовать, чтобы было максимально интересно на каждую минуту вашего времени. Ну что ж, давайте всё-таки вернёмся и построим первый наш корабль. У нас миссия довольно простая, то есть банально просто даже взлетать не нужно. Но всё же давайте возьмём тогда хотя бы побольше нужного нам оборудования для обучения. Как я не помню, где она находится? Научная оборудование. Вот она. Давайте возьмём парочку Мистери Гу. Вот, две штучки возьмём. Ну, в принципе, это будет достаточно. И назовём наш первый корабль... Первый. Первый один. Это очень оригинально, как по мне. Ну что ж, давайте посадим не джеба, джеб Билл и Боб. Мне уже немножко надоели за столько времени. Мы посадим Валентину. Валентину Керман. Ну что, вообще я хочу, знаете, будет что? Собрать своего нового кербонавтика. Кербонавтика. То есть, центр кербонавта и нанять кого-то нового. Максимально слабоумного и максимально отважного. Сколько оно стоит? 65 тысяч. У нас таких денег, я так понимаю, пока что нет. Поэтому будем выживать с теми, кто уже есть. Ну что ж, Валентина Керман. Хорошо. Первый, первый полёт. Запускаем. Итак, мы провалились немножко в текстурке. Ну это не 100. Хотя нет, это зависимо от... Как интересно. Ладно, неважно. Давайте. Наблюдение за слизью. И что нам скажут? Результаты наблюдения за таинственной слизью. С территории стартовой площадки. Слизь, кажется, банально бездельничает. Это довольно логично. Ну то есть, было бы странно, если бы нет. Доклад экипажа. Что же нам скажет наша Валентина? Вы фиксируете оценку ситуации, сообщаемой экипажем. Доклад экипажа. Ну всё, ничего тоже нет. Мы просто заработали науку. Теперь давайте выйдем нашей прекрасной Валечкой с корабля и походим, по-побродим. Выходим. Так. Валентина. Оп. Отцепись. Отпустить. Так. Валечка. Ну что? Что тут у тебя есть? Давай посмотрим. Позвольте об обстановке. Кажется, скафандр был не так уж и нужен, чтобы добраться сюда. Тут я с тобой полностью согласен на все 100%. Хорошо. Ну всё. Тогда возвращаемся обратно на корабль и эвакуируемся отсюда. Зачем нам, в принципе, больше войти? Боя заходим. Давайте возьмём наблюдение за слизью второй. Тут прямо уже, наверное, пользы этого не будет. Не, действительно, после передачи. Ну всё. Хорошо. Забираем наш аппарат. И первый, скажем так, шаг к процветанию мы уже, собственно, сделали. Итак, мы заработали довольно много науки. Слушайте. Оно не дало уже ничего. То есть, одна дала 3.3, а вторая дала 0.8. То есть, по факту, почти ничего. Ну и докладываем. Это нормально. Детали мы получили обратно все, по факту. Отлично. Ну, правда, не в полную... Не, в полную цену, ребятки. А, нет, не в полную цену. Хм, а почему не в полную цену? А, не, в полную. Тут их две, значит, всё отлично. И экипаж обратно. Он, правда, не получил репутации вовсе. Ну, ничего страшного. Главное, что у нас теперь есть 10 науки. А это значит, ребятки, что мы сейчас можем открыть новое, 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 что там в нашем древе развития. Так, наверное, возьмём ракетостроение. Или всё-таки лучше взять декуплер. То есть, отделить. Нет, давайте, наверное, вот это. А мы можем и то, и то. У нас достаточно на обе эти штучки. Ну что ж, отлично. Теперь смотрим, какие у нас дальше миссии. Мы архивные выполнены. Запустить нас первым... А, то есть, мы его просто не запустили. Ну, окей. Давайте тогда попробуем сразу же выбрать какую-то более интересную. Чтобы достичь цели, запустить летательный аппарат вверх понемногу, поворачивая его в сторону для набора горизонтальной скорости. После выхода за пределы атмосферы прийти ему ускорение параллельно поверхности, чтобы выйти на устойчивую орбиту. Ну, на устойчивую орбиту мы, вряд ли, сейчас выйдем. Но вот просто подняться на 70 тысяч метров, как нифиг делать. Так что давайте. Теперь строим вторую ракету. Это, опять-таки, вы понимаете, что это все-таки первые шаги, поэтому не нужно мне писать, что все скучно. В этом сезоне у меня есть, скажем так, такая идея. Идея фикс. Я хочу построить... Начать. Начать. Хочу начать с того, что построю огромную космическую станцию на планете. То есть, на орбите. После чего у нас уже будет другие, другие идеи, другие смыслы. Но, опять-таки, все это будет зависеть так же от вас, как и от меня. Потому что я хочу, чтобы это было наше общее, скажем так, общее, интересное... Интересные идеи. Так, давайте мы сделаем вот эти вот штучки. Так, чтобы... Что-то... Не-не-не, не надо ничего добавлять. Так, вот так. И добавляем сюда двигатель. Чтобы мы могли немножко летать. Да, все правильно пока что. Дальше еще один декуплер. Я уже привык, что это декуплер. На самом деле, отделитель. Но это просто, скажем так, на английском. Так, и давайте возьмем, добавим сюда парочку серьезных двигателей. Так, есть один. Думаю, на 70 тысяч мы поднимемся с такими двигателями. Вот интересно. Она сможет долететь так высоко или нет? Ну вот и узнаем, на самом деле. Вот и узнаем. Первые два тогда будет. Давайте это будет первые два. И мы отправляемся дальше. Я уверен, что... Все-таки в дальнейшем... В дальнейшем... Я этого уже вам показывать не буду. Потому что, ну, такие вот первые шаги, это глупо. Их уже все, наверное, проходили сами по себе. Поэтому смысла в них никакого нет. Но... Все-таки, мне кажется, первая серия, это стоит показать. Так, давайте посмотрим, что у нас тут с двигателями. Двигатель зажигается, отцепляется, включается в следующий. Давайте мы его сразу соединим. И теперь мы сможем нормально отправиться в космос. Ну что ж, у нас есть два места Регу. Валентинка. Там же Валентинка сидит, правильно? Валентина. Ну и все. Думаю, этого достаточно. Поехали. Так, включаем САС. Как там? Что-то я... Включаем, я закрыл. САС включен. Активируем двигатель. И полетели вверх. Только вверх, ребятки. Только вверх. ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слишком большая мощность, к сожалению. А нет, слушайте, небольшая. Очень странно Походу нужно было поставить сразу Хотя бы 4 этих элерончика Или крылышка стабилизации Потому что этого явно маловато Так, ну что ж, смотрим на сколько мы взлетели Пока что Это 34 Но я думаю мы по-любому взлетим Спокойной душой Нам даже не нужно особо париться Нам 70 километров нужно взлететь Мы уже по-любому взлетели Правда, сейчас апогей будет падать По причине того, что мы все еще в атмосфере Давайте ускоримся Ускорим время Все, вылетели Все, отлично Он уже падать дальше не будет Ну все, считайте, мы выполнили первую миссию Да, где-то наша миссия Это не то Во, наша миссия Да, все есть Отлично Контракт выполнен Тогда давайте же Долетаем туда, куда нам нужно И все И можно спускаться обратно Итак, вот мы приземлились Правда, я немножко тупанул Я, к сожалению, забыл Активировать мистери Гу в космосе Это было немножко опрометчиво С какой-то стороны Но зато Мы все-таки приземлились в воду Это тоже неплохие научные изыскания То есть лиза начинает вбирать в себя воду Как губка Хорошо Это хорошо Так, давайте Доклад экипажа Вы фиксируете оценку ситуации Это уже было Неинтересно Хорошо Выходим нашей Валентинкой Выходим в воду Теперь наша Валечка умеет плавать Ну что ж Валя, что ты мне скажешь? Кажется, скафандр был не так уж нужен Чтобы сюда добраться Тут я с тобой согласен Но Ты все равно в скафандре Так что сиди и не выпендривайся Так Взяться И Войти Заходим Давайте уже тогда второй Мистери Гу Тоже активируем Пусть будет Ну и Возвращаем Обратно домой Очень неплохо науки мы с вами получили То есть возвращение корабля После суборбитального полета Уже нам дало 8 науки Это типа Это дофига много Это круто Детали мы все вернули Я так понимаю Так что Это хорошо О Плюс одно очко опыта Это Это круто То есть она все таки что-то получила И Это не может не радовать Это вообще как-то можно использовать Нет Не важно Так Во Отлично Ребята У нас появилось Очень много Новых Интересных миссий И это значит Что сейчас мы Этими миссиями Да и займемся Итак Тут у нас есть в принципе Одна основная миссия Которая нам дает Дофига денег То есть по факту Мы получим Много 40 тысяч Это основная миссия Мы ее берем И сейчас мы можем взять Так себе На всякий случай Какой-то из обычных миссий Например на испытании На мер тепловой щит Либо Твердотопливный ускоритель Давайте мы его Испытаем Что для него нужно На кербине не завершено Так высота полета От 24 тысяч До 28 тысяч метров Скорость От 610 До 680 метров На секунду Честно говоря Это очень Такие Немаленькие цифры Если быть честно То есть Тут очень тонкая грань Но давайте попробуем Все-таки Не будем париться Нам нужно выйти на орбиту И при этом На какой-то высоте Определенной Активировать этот Этот ускоритель Твердотопливный Вот это он Да Кувалда На 28 километрах Уй Даже не знаю Не знаю Ребятки Не знаю Но давайте Наше дело Простое Во-первых Мы с вами Сейчас Сразу же Не отходя От кассы Поменяем Наши Вот эти Вот Любимые Всеми нами Элерончики Которые Прошлый раз Нас хорошенько Так подставили Кстати Можно сделать Ограничение Тяги Поменьше Будет Не так важно На такой высоте Уже не имеет Значения И давайте Коннектор Вот этот Коннектор Мы его сюда Вот поставим И добавим Нашу Вот эту На 28 тысяч Я думаю Что ее хватит На 28 тысяч Мы можем уменьшить Немножко тягу Вот мощность Такая Отстрел И активирует Сразу вот это Также парашют Можно было бы отделить Куда-то подальше Ну что ж Я думаю Это будет достаточно А Забыл Самое главное Первый Три Ну что ж Запуск Я вот так подумал Главное не убить Валентину Все остальное В принципе фигня Так Ну что ж Давайте Потихонечку Ставим Смотрим Что у нас тут С заданием В полете Высота 24-28 Думаю Будем изменять Угол полета Уже когда Наберем Какую-то Хорошую высоту Ребятулечка Это фиаско Потому что Короче У нас банально Закончилась Любая возможность Испробовать Мы даже не долетели До Десяти тысяч метров А Ускоритель Закончился Так что Нужно будет Его ставить Высшую Скажем так Выше Вот сюда Вместо Вот этого Ускорителя Тогда у нас Возможно Что-то Получится Ну что ж Сейчас мы С вами Попробуем Выйти на орбиту Правда Я уже не уверен Что получится У нас Очень не уверен Очень не уверен Я уже Крайне не уверен Давайте мы посмотрим Что у нас тут Творится С этими Давайте Провем Подняться Выше И там Уже Наберем Скорость Но Я Подозреваю Что нам Не хватит Давайте Поднимемся Чуть-чуть Выше Я подчеркиваю Что нам Не получится У нас Не получится Так Давайте Максимально Ближе К По центру И сейчас Стартуем Потому что У меня Джип В Москве И давайте Дадим Жару Нет Нам Точно Не хватит Нет Мы не выйдем На орбиту Господа Мы С вами На орбиту Не Ногой Все Вот так Вот На этом И закончится Наша Маленькая История Нам Линия За слизью Что там Слизь Нам Скажет Слизь Собралась В шар Который Выглядит Очень Хрупким Ну Ладно Пусть Выглядит Доклад Экипажа Кажется Мы уже В космосе По крайней мере Небо Где-то Внизу Очень Очень Наблюдательно Валентина Очень Наблюдательно Так Выйти Вышедка На поверхность Кербина Запрещена Модернизируйте К этому действу Ясно Ясно Я вас понял Ну что Что я могу Тогда сейчас Сделать Кроме Как Отцепить Нашу Маленькую Кабинку И отправиться В полет Обратно Надо было Брать миссию На этот На тепловой щит Что-то я не подумал Ну Сейчас возьмем Грубо говоря Мы тогда С вами попали В просаг То есть Мы потеряли Деньги Потому что Мы не смогли Ни выйти на орбиту Не смогли По факту Ничего Сделать Полезного Поэтому Этот раз Нужно подходить К этой штуке Немножко С другого С другой стороны Скажем так Во первых Мы сейчас Уберем лишние детали И попробуем Использовать Сразу И ту И ту Что я имею Ввиду Под и ту И ту Мы Возьмем Одну Большую ракету Правда У нас проблема Я не смогу Нормально Ее управлять Но Насколько Я помню Ребятки Мы с вами Когда летели Сохраните Продолжить Пока Пусть будет Такая ракета Мы с вами Заработали Все-таки Какие-то Очки науки Поэтому Мы имеем Возможность Поставить Это В свой страх И риск Отлично Это очень Полезная штука Поэтому Мы можем Взять По факту С вами Какие-то Не знаю У нас Недостаточно Возможности Управления Служебные Тех Ну ладно Давайте Наверное Возьмем Все-таки Вот эти Большие Законцовки Надо Получить За крылья Они нам По идее Должны Помочь Более того Я думаю Что мы Сейчас С вами Чуть Чуть Схитрим Мы построим Ракету По факту С нуля Да Я знаю Я уже говорил Что мы Этого делать Не будем Но Я думаю Это все-таки Нужно Знаете что Не нужно Я сейчас Сделаю И просто Вам покажу Что я сделал Последняя ступень Будет он состоять Из более-менее Немножко Топлива И двигатель Это банально Чтобы выйти на орбиту Но к сожалению Я думаю Нам все равно Этого не хватит Поэтому я так Подумал Серьезно Так Взял и подумал Это нужно Схитрить Потому Я сейчас просто Ровно Поднимусь вверх Хотя бы на 100 км Потому что чем выше Тем легче выйти на орбиту И уже вот этими двигателями Мне хватит мощности Чтобы банально Выйти на круговую орбиту Эту ступень Я в принципе Особо трогать не буду Это Логично То есть просто Обычный Твердотопливный ускоритель Но Самое интересное Продолжается дальше Потому что Тут я хочу поставить Два Таких же ускорителя Которые Имеют Более Слабую мощность И они будут По бокам Отцепляясь То есть Этот ускоритель Будет включаться Уже после того Как отгорят Боковые И это поможет Нам пройти Эмиссию Дай бог Дай бог Помогу пройти Эту эмиссию Так давайте И Так как-то Их надо опустить Немножко Давайте сделаем Даже вот так Чтобы сама ракета С остальной площадки Не упала Потому что Она такая Немножко Хиткая Вот И Элерончики Которые нам помогут В атмосфере Все таки Не раскрошиться Как дурачки Вот здесь Два И наверное Поставим Еще вот здесь Два То есть Четыре Что-то Два Это его мама Математик Так Первый тогда Это уже Первый четыре Нет Первый Не пять А чин А боги Ну значит Назовем его Как-то по-другому Например Второй Один Угу Угу Ребятки Я знаю что неожиданно Но Так Масса 27 тонн Сейчас кажется Что мы не имеем Возможность запускать Серьезность Нет Не может принимать Научные данные В чем проблема Что тебе не нравится Не нравится масса У нас по ходу Ограничения массы Мы не сможем Такую ракету Запустить Потому что У нас недостаточно Грузоподъемности Угу Давайте попробуем Наше дело Попробовать Что будет дальше Уже другое дело Так И здесь Наверное Давайте поставим Ёлки-палки Вот так 52 А тут Так Ёлки-палки Тут 52 Может 52 На самом деле Маловато Давайте 66 Хотя поставим Вот И теперь По идее Можем запустить Запуск Ага Второе Я понял Валентина Верите А я в этом уверен Все Да Вы спросите Почему В окот Ты все-таки Отправляешь Ракету Не с максимальным Ускорителем Потому что Если мы Сразу же Даем Максимальную Мощность То Появляется Сопротивление Воздух Который Очень Сильно Сопротивляется И мешает И это Не имеет Смысла То есть Если он Лететь Быстрее Чем Тебе Позволяет Атмосфера Не сможешь Или Ну Сможешь По факту Но это Будет Крайне Затратно Кпд Низкое Поэтому На низких Слах Атмосферы В этом Нет Никакого Смысла Так Что Так Как-то Очень Туго Туго Вверх Мы не набираем Нет Скорость Кстати Нормально Набирается И высота Нет Высота Очень Долго Ну Я думаю Что нам Хватит Второго Ускорить Так Есть Они Удались Друг от друга Это Интересно Крайне Интересно 24 Так Скорость У нас Уже 500 Блин Ребятулечки Ой Это Походу Будет Самое Сложное Задание Да Ёлки Палки Да Ёперный Театр Но к этому Жизнь Я не готова То есть Смотрите Мы сейчас Набираем В высоту Но уже Скорость Слишком Высокая И Вот То Что Я Говорил Видите Оно Начинает Сопротивляться Ну Сейчас Мы Кстати Можем Немножко Дать Угла Это Уже Поздно Наверное Давать Угла Какая У нас Высота 204 Отлично Теперь Ждем Пока Будет У нас Хоть Какой Нибудь Прием Прием Это Вокод Из будущего И во время Монтажа То есть Сейчас Я Немножко Расстроен Даже Не немножко Я довольно Сильно Расстроен Спросите Вокод Почему Ты Расстроен Отвечаю Потому Что Самая Нужная И важная Часть Этой Экспедиции Наш Этого Полета Осталась За кадром По причине Того Что У меня Закончилось Место На диске И вот Как раз Сейчас Когда Начинаю Разгоняться Ну Вот Не Сейчас А Прям Следующий Будет Ну Скорее Сего Вы Уже Не Видите Его Получилось Так Что Закончилось Место И Все И вы Не увидите Самое Важное Вот Например Сейчас Собственно Но Вы Не Переживайте Дальше Я Все Так Осознал Ударил Лишние Файлы И Собственно Дальше Начал Записывать Но Уже Когда Садился Ребят Мы Приземлились В какой-то Пустыне Это Так Круто На самом деле То есть Блин Это Клево Это Действительно Клево Ну Что Ж Я Не Буду Наверное Ждать Пока Мы Все Сядем Точнее Вы Не Будете Ждать Я Буду Ждать Мне Некуда Деваться Вот Но Я Думаю Что Нужно Все Так Как-то Попробовать Выполнить Эту Миссию Правда Честно Говоря Не Представляю Как Сложно Сложно Вау Ребятки Наша Валентина Получила Новый Уровень Это Круто Это Круто Значит У нее Теперь Открылись Какие-то Новые Возможности И Это Не Может Меня Конечно Не Радовать Ну Что Ж Я думаю Что Это Мы С вами Закончим Эту Серию Я Хочу Услышать Ваши Предложения Как бы Вы Хотели Чтобы Наши Серии Выглядели Что Мне Скипать Что Мне Оставлять Что Вам Больше Не Интересно Что Вам Нравится Поэтому Пишите Это Пожалуйста В Комментариях Ну А Что Я А Я Ухожу В Закат На Сам Деле Я Ухожу Готовить Новые Ракеты Для Новых Запусков Потому Что У нас Очень Много Интересно Исследовать Муну Оооо Ребятки Правда Нам Наверное Сначала Нужно Хоть Какой-то Спутник Вывести Для Того Чтобы Отправить Туда Хотя В любом Случай Ребятки Пишите В комментариях Мы Это Все Сделаем В любом Случай И Спасибо Что Вы Смотрели Всем Удачи Ребята И Адиос